Поддержка программы «Особое мнение. Кировский кирпичный завод». Фундаментальный взгляд на строительство. Главное в строительстве. Надёжные поставщики. Каждая сэкономленная минута – это критерий качества нашей работы. Кировский кирпичный завод. Верный и ответственный партнёр на пути к вашей цели. Киров, Луганская, 59. Телефон 761-500. «Особое мнение» на 101FM. 13.06 в Кирове на 101FM. Программа «Особое мнение». Меня зовут Юлия Афанасьева. Напротив меня сегодня Николай Голиков, главный редактор журнала «Товар. Деньги. Товар». Наш коллега, соведущий, эксперт. Николай, добрый день. Добрый день, Юлия. Добрый день, уважаемые слушатели. Всем-всем-всем добрый день. Всем приятного аппетита. А что у вас с лицом произошло, когда я вас представляла? Мне просто захотелось сделать страшное лицо, потому что я поглядел в окно перед тем, как посмотреть на вас, посмотрел на то, что там происходит. Вспомнил, что сегодня уже июль в разгаре. Мне захотелось сделать что-то такое страшненькое. Ну ладно, ничего страшного, я думаю, не произошло. Почти никто не видел. Да, а мы никому больше не скажем. Ну что же, Николай, сегодня вышел свежий доклад «Минченко консалтинг». Называется он «Аналитический обзор хода губернаторских компаний в России». Крайний доклад был месяц назад, и вот сегодня вышел свежий. Я хочу начать с него. Очень много параметров оценивают коллеги в этом докладе. И в первую очередь это прогноз конкурентности губернаторских компаний на 2017 год. И вот здесь Кировская область отмечена в числе регионов, в которых ожидаются наиболее конкурентные губернаторские компании. Связывают это с сильными кандидатами от оппозиции. Вот согласны вы с этим или нет? Я вообще удивляюсь тому, что какой-то разговор идет о конкурентности выборов не только в Кировской области, а в тех регионах, где они проходят. Потому что, насколько показывает информация, что возможность какой-то, условная возможность конкуренции, разве что в Свердловской области проявится, если Ройзман будет зарегистрирован. А вот Свердловская область, кстати, здесь относится к регионам с неопределенностью относительно реальной конкуренции. Что касается наших выборов, то, во-первых, вообще не знаю, где Митченко и его товарищи, и уважаемые эксперты вообще обнаружили у нас какую-то выборную кампанию. Вы где-нибудь видели, что они связаны с выборами в Кирове? У вас есть ощущение, что в этой области проходят выборы? Николай, вы знаете, да, у меня есть, но, наверное, это связано с тем, что я нахожусь там внутри вот этого информационного пузыря и контактирую с этой информацией. Поэтому я здесь, наверное, не репрезентативная аудитория. Я также точно нахожусь внутри информационного пузыря, но я этой информацией не контактирую. Если вспомнить выборную кампанию даже прошлого года, да, вспомните прошлогодний июль. Это было не только по погоде в жаркое время, это было политически жаркое время. Сейчас полная тишина. Конкурентности на кировских выборах стопудово не будет. Закончилось выдвижение кандидатов, да, мы видим, кто у нас выдвинулся, да. Это не значит, что они все будут участвовать, но мы видим, как минимум, кто у нас выдвинулся. Вот скажите, где конкуренция, каким образом может быть составлена конкуренция у нас, смотрите, возьмем по порядку, да. Николай Барсуков, да. Вот классический технический кандидат, который должен гарантировать, во-первых, то, что выборы состоятся, и как минимум два участника в них будет, да. Мало ли кто-то еще спрыгнет. Во-вторых, он должен немножко отъесть голосов у протестного электората. У оппозиции. У оппозиции. Ну, скажем так, протестных голосов, неважно там какой окраски. Вот совершенно классический кандидат. Конкурентность тут не предполагается. Поехали дальше. У нас есть Дубравин Николай, да. Вот стопудово, да, вот я не знаю, а готовка, зуб, как раньше говорили, зуб даю, да. Зуб даю, да, зуб даю. Что он муниципальный фильтр просто не пройдет. Это сто процентов, да. Потому что уже есть технический кандидат, второй не нужен. Пошли дальше, пошли дальше. У нас есть Сергей Павлинович Мамаев, да. Который прекрасно отработал на выборах главы Мариэлл Республики. Но после этого совершенно бездарно отпустил выборы в Кировский АЗС, как вы помните, да. У нас в АЗС в Кировском сколько? Четыре кандидата от коммунистической партии. Да, у них даже фракции полноценной нет. Совершенно кандидат, который, видимо, есть такой термин дурацкий, он мне не очень нравится, но он реально в жизни существует. Знаешь, помните, писали там, область устала. Область наша от Сергея Павлиновича устала. Сергею Павлиновичу надо искать себе достойную замену. На этих выборах он будет только на уровне Барсукова, да, вот, немножко мешать людям под ногами. Да и, похоже, с финансовыми ресурсами у КПРФ довольно сложно. Что, кстати, показали выборы в АЗС. Они очень экономно на них работали. И сейчас, как вы заметили, тоже где-то не видать красного цвета особо по городу-то. У нас есть прекрасный кандидат Черкасов Кирилл, да. Вот, пожалуй, единственный кандидат, который обладает финансовым ресурсом. Финансовым ресурсом, потому что, как бы, его древняя дружба с Архимом Азимовым, так сказать. Плюс интересы Кирово-Чепецкого комбината в кировской политике здесь немножко совпадают. Но, вы же сами понимаете, что Уралхим открыто, открыто поддерживать оппозиционного кандидата не будет. А не открыто? Не открытая поддержка. Она даст очень немного. Она даст только финансы и возможность, вот, скажем, на этом уровне, вот, сегодняшнем, где-то сейчас, какие-то вещи обговорить с реальным победителем будущих выборов, которым у нас, безусловно, будет Игорь Васильев. И вот здесь я должен сказать, что разговоры даже о том, что у нас возможен второй тур, они мимо денег. У нас была бы возможность, чтобы был второй тур, я считаю, только при одном условии. Если бы, во-первых, оппозиционные партии каким-то образом договорились о едином кандидате, и, во-вторых, если бы этим кандидатом стал либо Василий Сураев, либо Валерий Крепостнов. Остальные фигуры, извините, это 20-25% в лучшем случае. Но, так как в Кремле было принято решение конкурентных выборов не проводить, и об этом уже сообщили все источники со ссылками на разных людей в Кремле, конкурентные сценарии отменяются. Поэтому никакого единого кандидата нет. Есть кандидатура Черкасова, у которого, извините за грубое выражение, под ногами будут путаться Мамаев и тоже отбирать протестные голоса. И есть Василиев, который при всей его такой невнятности, при всей его такой пассивности, он просто автоматически, автоматически становится победителем в первом туре. Я сегодня как раз занимался вот этой угадайкой по просьбе одного из аналитических агентств. Давайте назовем. Давыдов Индекс вас опрашивал как эксперта. Да, но не единственное, которое он опрашивал как эксперта, но, скажем, там была определенная угадайка. Надо было, там три раза мне предстоит угадывать вот это процентное соотношение, то есть до выборов, и потом, значит, сравниваться это будет с реальными результатами, и, соответственно, из этого делаться какие-то приятные выводы. Кто был ближе всех. Поэтому я совершенно практически не раздумывая написал, что Игорь Васильев побеждает в первом туре с результатом 63%. И я думаю, что я буду ближе всех. А остальным сколько вы дали? Я дал Кириллу Черкасову, по-моему, я еще не могу точно сказать, по-моему, порядка 22-25%, порядка 10% Мамаеву, и остального технического кандидата порядка 5%. При явке тоже, опять же, порядочном, примерно 30%. Невысокая будет явка, вряд ли она перешагнет за 30%. Николай, вот вы как-то так оценили Сергея Павловича Мамаева, да, что область от него устала. А эксперты Минченко-консалтинг с вами не согласны. Вот в докладе своем они пишут, что бороться за пост губернатора с Рио будут сильные политики. Например, представители КПРФ и единственный сильный кандидат от «Справедливой России». У нас нет кандидата от «Справедливой России», что пишет Минченко-консалтинг. Я же говорю, что доклады готовятся довольно-таки долгое время. И вот за то время, пока шла подготовка первой части, уже очень многое изменилось. Наши справоросы отказались выдвигать кандидата, что совершенно понятно, потому что как бы Василий Куприян-Сураев, который мог бы стать кандидатом от справоросов, он в такие игры не играет, он взрослый человек, ему совершенно нет никакого желания вот зачем-то свое имя там песочить, да, без всякого шанса на победу. Потому что если башни Кремля между собой договорились, то зачем? Зачем встревать в чужую игру? Я вот хочу еще прочитать вам комментарий к как раз прогнозу конкурентоспособности губернаторской компании в Кировской области еще трех регионах. Ключевые факторы – элитный раскол и вмешательство внешних по отношению к региону игроков. Это было и в первом докладе Минченко-консалтинг. Ну, во-первых, вмешательство внешних игроков не произошло и уже не произойдет, потому что выдвижение закончено, новая фамилия уже не появится. Никого внешних мы там не видим. Может, они имели в виду Кремль? Что касается внутриэлитного раскола, ну, даже Кремль не может никого сейчас уже к нам внедрить. Что касается внутриэлитного раскола, то он как раз на руку скорее Игорю Васильеву, потому что элиты бьются сейчас между собой, а не с ним, не против него. Очень хороший комментарий дал по этому поводу Михаил Виноградов из Петербургской политики. Он сказал, в силу того, что карьерные перспективы Васильева в Кировской области не очень понятны всем, то есть как, что дальше, зачем, у нас не происходит ничего, то есть не происходит ни консолидации элит против него, да, в оппозиционный блок какой-то, и также не происходит консолидации элит вокруг него, да. То есть элиты, то, что мы называем элитами, заняты своим делом. Я не знаю, у нас сейчас будет маленький перерывчик, насколько я помню, да. Да. И вот я бы хотел вот с этого момента начать через 40 секунд. Можно? Да, хорошо, обязательно. Это особое мнение Николая Голикова. Через минуту вернемся, сейчас небольшой перерыв. Особое мнение на 101FM Мы возвращаемся в эфир. Это особое мнение Николая Голикова, главного редактора журнала «Товар. Деньги. Товар». Меня все так же зовут Юлия Афанасьева, и давайте вернемся к элитам. К нашим элитам, да. Мы-то так мило побеседовали, пока шла пауза, я даже немножко забыл, о чем мы говорили. О том, что элиты занимаются своим делом. Что элиты занимаются своим делом, и для них гораздо важнее в настоящее время не тот, кто станет губернатором, да. Потому что они уже поняли, что Игорь Васильев, в принципе, на местные элиты опираться не намерен. Если они подставят плечо, он воспользуется этим. Если не подставят, он и без них сделает свой шаг. Это уже видно, вот как он себя ведет, да. То есть он изначально ставки на то, что у нас здесь называется элитами, не делает. Но у нас ведь помимо губернаторских выборов, да, еще ведь в сентябре пройдут совершенно-таки великые выборы в городскую думу. Причем это всегда были очень горячие, очень горячие выборы всегда были. Слушайте, по-моему, насколько я помню, вот я вчера смотрел, у нас там чуть ли не один всего лишь кандидат пока зарегистрировался. А, двое? Двое уже. Двое кандидатов. Два человека на 30 с чем-то мест. Отличный конкурс. Я в этот ВУЗБУ с удовольствием поступил. Более того, такие крупные игроки, как Единая Россия, насколько я помню, вообще только 19 июля собираются официально собраться и утвердить список своих кандидатов и одномандатников. То есть идет сейчас, в настоящий момент идет очень активная, вот эта закулисная часть выборной кампании. Вот как раз элиты-то наши, да, вот эти, о которых мы говорим, хотя термин очень неточный по отношению к тем людям, кого мы подразумеваем. Вот, они занимаются тем, что они пытаются договориться на берегу по выборам в городскую думу. Для них это гораздо более важно. Потому что если местные наши, сильные нашего мира сего без Васильева договорятся, то они как минимум получат второй центр принятия решений в лице города Кирова, Кировского муниципалитета. И тогда уже Васильеву придется с ними каким-то образом договариваться. И не просто там по случаю опереться на плечо, а всякий раз свои проекты согласовывать. Вот, тут есть несколько вариантов, потому что, сами понимаем, никто не отрицает, что по результатам этих выборов, если все пойдет, вот как сейчас идет, вероятнее всего победят люди, близкие к Валерию Васильевичу Крепостнову, и сам Валерий Васильевич наконец-таки станет главой города Кирова. Это вот такой сценарий, который как бы проговаривается, да, вслух очень многими людьми, что вот так все идет. С другой стороны, понятно, что это очень многих не устраивает, потому что есть люди, у которых есть свои проекты, программы в Кирове, да, которые могут рухнуть, если придет их оппонент. Вот, поэтому, соответственно, элиты сейчас занимаются тем, что где-то пытаются договориться, где-то пытаются повоевать. Войны межелитные сейчас довольно-таки горячи, потому что я как человек, пишущий, вот и мастер именно вот таких, мастер информационной войны, да, в них как раз задействован. Война идет не на страницах передовых газет, да, но тексты нужны, и эти тексты, делая эти тексты, я понимаю, что межелитное противостояние довольно-таки сильное. Вот, соответственно, они не играют на выборах губернатора, они заняты городской думой. Вот как они договорятся, либо не договорятся, после этого будут выдвинутся соответствующие кандидаты, и начнется вот эта вот микро-микро-компания, которая, не знаю, по времени будет сильно очень ограничена. А как вы оцениваете полезность, может быть, не знаю, как правильно сформулировать, какое правильное слово подобрать, если у нас в городской думе будет второй реальный центр принятия решений? Вы знаете, тут надо вообще вот иногда, когда представляю себе то, что будет после 10 сентября, да, вот как это сложится. Во-первых, мне очень непонятно, что будет здесь, вот у нас по соседству в сером здании, потому что год работы уже год прошел, почти, ну, без месяца, у Игоря Васильева. 28 июля исполнится год. И пока, вот я уже как сказал, что какого-то внятного вектора я не вижу, например, да, какой-то повестки дня новой не создано. Программы даже не то, что там предвыборные, да, предвыборные программы нет, нет, ее обещают к середине августа, понимаешь? Вот, и программы какой-то вот даже вот не предвыборные, а программы какой-то действий, то есть я тоже пока не вижу, я вижу реагирование на сигналы, я вижу большое число каких-то нестыковок, скандалов и прочего всего. То есть, во-первых, очень непонятно, как, что, вот на самом деле, как верно отметил Виноградов, что очень непонятно, что вообще нужно здесь Игорю Владимировичу, потому что победить-то он победит, а что он дальше будет делать, непонятно. Поэтому я понимаю вот как бы озабоченность наших так называемых элит, что мало ли что тут будет, мы не знаем, знаешь, такой ящик закрытый, и что из него выскочит, неизвестно, вот на эту кнопочку, когда нажмем, что там выскочит, будет это хорошо или плохо, непонятно. На всякий случай, какая-то база для того, чтобы все эти огромные бизнесы не рухнули, должна быть. Кировская городская дума для этого вполне подходящий плацдарм, и город Киров, как, скажем так, ну, главный бюджетообразующий такой элемент в системе нашего региона, он как бы очень важен. С точки зрения, как бы, вот именно этих людей, второй центр принятия решений необходим. С точки зрения простых жителей, это только вообще все запутает окончательно, и сейчас же ничего не понятно, да, кто за что отвечает, и кто вообще эти люди, которые приехали, где они, где их можно увидеть, где их можно услышать, где можно понять, что они хотят. Но когда появится еще какая-то альтернативная площадка, где будут другие немножко вещи отстаиваться, другие ценности защищаться, тогда станет полный бардак. А почему бардак? Им же придется друг с другом договариваться, разве это не хорошо? Ну, видишь, эти договоренности будут носить, во-первых, закрытый закулисный характер, потом будем иметь то, что мы уже имели очень много раз, когда появляется там стоэтажное здание на каких-то углах, в результате каких-то договоренностей, достигнутых заранее в тихомолку на мягком диване, да, и которые нигде не прописаны, ни в каких документах. Вот такого рода вещей будет происходить много. Будут появляться торговые центры в центре города, огромные, выше той этажности, которая заряжена. Это тоже продукт закулисной договоренности. И вместо вот такого поступательного движения в соответствии с некой программой, которая, дай бог, будет разработана вот в этом здании, который рядом с нами находится, мы будем иметь непонятную вещь, потому что в эту программу все будут вклиниваться вот эти вот самые продукты договоров, которые будут учитывать уже не интересы области, интересы каких-то финансово-промышленных групп. Понимаешь? Вот. Соответственно, вместо такого, ну, пусть медленного, но поступательного движения вперед, мы будем иметь такой кривошипно-шатунный механизм, который будет то туда, то сюда, то обратно двигаться, и мы останемся там, где мы остались. Довольно грустная перспектива. Вот. Если уж мы решаем, что... Точнее, мы не решаем, если мы видим ту ситуацию, что от Игоря Владимировича нам просто никуда не деться, вот он будет у нас губернатором, чтобы мы там о нем не думали, да, то давайте хотя бы тогда сконцентрируем власть у него в руках так, чтобы был один центр. Потому что эта область из двух точек, и так рассыпающаяся, и продолжающая рассыпаться, да, из двух точек управлять будет очень сложно. Нужен хозяин. Хотя бы какой-то. Ну, один. Николай, вот вы в первой части программы сказали, что Васильев не будет опираться на элиты. А на кого он будет опираться? Вот на кого он сейчас опирается? А на кого? На свой административный ресурс. Вот и все. Он так и будет дальше работать. Судя по тому, как он общается с людьми, в том числе которых мы считаем уважаемыми и что-то значащими, он будет действовать точно так же. То есть у него есть система управления. Она сложилась, она сложена. Есть вертикаль, есть методы воздействия на муниципалитеты. Он будет ими пользоваться. Административный ресурс вы имеете в виду ставленник Путина? Административный ресурс я имею в виду систему управления регионом. Вот как он будет работать. У него есть правительство, в правительстве есть департаменты, в муниципалитетах есть администрации и так далее. Вот я о чем говорю. Что свои решения он будет проводить чисто по административной линии, не советуясь с людьми, которых они касаются. Ну давайте дальше пойдем по докладу Минченко-консалтинг. Есть тут еще одна интересная табличка. Оценка качества компаний-кандидатов в губернаторы. По итогам опроса членов комитета по политтехнологиям Росо. Здесь оцениваются отношения с федеральным центром, отношения с местными элитами и публичное позиционирование. Максимум по каждому показателю 5 баллов. У Игоря Владимировича везде четверочки. Он набрал 12 по итогу. И надо сказать, что это второе место в этой табличке. Я ничего против этой таблички не имею. Хотя у меня, как у жителя этого региона, есть определенные сомнения практически по каждому из этих пунктов. Мы многого не знаем. И они в Минченко-консалтинг очень многого не знают. Как мы уже заметили, по первым страницам этого доклада, некоторая информация у них просто сильно устарела. По крайней мере, те институты, которые занимаются давно, типа Петербургской политики фонда, типа Агентства политических и экономических коммуникаций, ОПЕК, уровня ЦИК, рейтинг. То есть такие серьезные. Фонд развития гражданского общества. Если посмотреть последние их оценки, то рейтинги у Игоря Владимировича снижаются. Причем по тем самым позициям, по которым Минченко-консалтинг выставляет ему довольно-таки приличные баллы. Но я еще раз говорю, что вот эти все рейтинги, они имеют очень мало отношения к тому, что произойдет 10 сентября. Понимаешь? А что произойдет 10 сентября, Николай? Люди, в основном бюджетники, придут на избирательные участки и отдадут свои голоса за кандидата от Единой России. При этом, что интересно, мне очень понравился комментарий как раз от ЦИК рейтинга. Они вообще порекомендовали, ну они правильно отметили, что сослагательного наклонения, увы, политика не имеет. Но они считают, что наш Врио зря выдвинулся от Единой России. Ему лучше было бы идти самовыдвиженцем. И приводят, ну по-русски, знаешь, есть такая хорошая пословица, иметь таких друзей врагов уже не надо. И иметь такое Кировское региональное отделение Единой России. А вы сейчас намекаете на кого? На Владимира Васильевича? Нет, я сейчас расскажу, я ни на что не намекаю. Я просто привожу то, что как комментарий приводит ЦИК рейтинг. То есть речь идет о том, что, во-первых, это скандал с арестом господина Шмакова. Во-вторых, это скандал с арестом члена полицсовета господина Лопаткина. То есть, понимаешь, вот эта обстановка вокруг Васильева, а он же у нас должен по идее управлять Единой России. Он же высокопоставленный член этой партии. Чем он управляет? Кто его помощники? Кто вокруг него? Мы видим пока только сплошной негатив. Я думаю, что он еще не закончился. Это очень сильный аргумент против него. И они говорят, что лучше бы он пошел самовыдвиженцем. Спокойней было бы. Потому что и сейчас, и во время активной избирательной кампании, если она будет, и на выборах, и после выборов, вот эти вот упреки. А кто с тобой-то? С тобой-то кто? К тому времени уж, наверное, какой-то и суд состоится по-дному, по-другому. Это оба очень высокопоставленные товарищи Единоросса. Если говорить про Шмакова, то он вообще такой восходящая звезда нашей Единой России. И более того, руководил предприятием, где 100% принадлежит правительству области. От него отстроиться вообще невозможно. Это ваш человек, ваш ставленник, вы его поставили. Вот такая интересная мысль прозвучала вот в этом опросе. Вот что я хотел сказать по этому поводу. Две минуты у нас еще с вами до перерыва. Давайте, Николай, обсудим четверку за публичное позиционирование, которое поставили эксперты Минченко-консалтинг Игоря Васильева. Публичное позиционирование, если понимать его буквально, это появление человека на публике. Как он себя ведет на публике? Как он себя представляет публике? Как его преподносят публики, его политтехнологи, его окружения? Мне кажется, здесь идет речь все-таки про чистой воды пиар. Не только про его появление на публике, но и о том, как освещается его деятельность. Освещается его деятельность широко довольно-таки в районной прессе. Но самое интересное, что если спросить у жителя какой-нибудь деревни Гадюкино, то он не сразу скажет фамилию нашего губернатора. Вот в чем беда. 12 июня, в День города, Юль, вы были на площади, когда выступал Игорь Владимирович? Нет, 12 июня, в День города, я была дома. Мало того, что он очень короткое выступление очень скомкал, и забыл еще имя русского князя великого, ну совсем уж было глупо. Но вот сам момент торжественный, знаешь, когда звучит такой бравурный голос, хорошо поставленный, слово имеет временно исполняющие обязанности губернатора. Ну, представляешь, да? После этого должны быть бурные аплодисменты, да? А здесь не произошло ничего. Вот как люди там галдели, шумели, они на слово Васильев не среагировали никак. Как бы не позиционировали его политтехнологи, пока они этого эффекта не достигают, он не воспринимается людьми, к сожалению. И поэтому вот эта оценка, которую поставил Менченко консалт, это, скорее всего, аванс. Может быть, к концу августа что-то будет и достигнуто. Сейчас пока нет. Сейчас пока люди просто вообще честно... И фамилия, ты видишь, Васильев, простая. У нас Васильевых по области... Ой, сколько? Ее довольно трудно запомнить. Мне нужна простая. Вот Белых, да, такая невятская фамилия, трудно склоняемая, или там по некоторым правилам вообще не склоняемая, и так далее. Здесь этого из-за кавычки нет. Нет запоминаемости даже на уровне фамилии. Нет запоминаемости на уровне каких-то действий, да? Есть запоминаемость на уровне косяков, к сожалению, что 9 мая, что 12 июня. Вот эта запоминаемость есть. Фотографии в интернете очень такого скобрезного свойства. Это все есть. Поэтому четверку бы я им пока не ставил. Я бы вообще просто пока не оценивал эту позицию, потому что, мне кажется, работа здесь непочатый край. Ну вот на этом я, Николай, предлагаю идти на перерыв. После перерыва обсудим политический капитал. И то, что мне отдельно хочется обсудить телеграм-каналы в Кировской области, которые тоже оценили. Реклама сейчас. Мы возвращаемся в эфир на 101FM «Особое мнение». Меня все так же зовут Юлия Афанасьева. Напротив меня все так же Николай Голиков, главный редактор журнала «Товар. Деньги. Товар». И я так чувствую, что до конца сегодняшнего эфира мы будем обсуждать свежий доклад «Минченко консалтинг», в котором анализируется ход губернаторских компаний в России. Николай. Я просто жду следующего пункта. Дело в том, что, уважаемые слушатели, я попал в такую интересную ситуацию. Этого доклада я не читал. Он появился вчера или сегодня. Я просто его не видел. Поэтому для меня это вновь. С колес. Да, с колес и что-либо сказать. Я не знаю, что в этой папочке у Юли. Поэтому как бы ваша инициатива. Да, хорошо. Ну, пойдемте дальше. Оценки политического капитала кандидатов на губернаторских выборах 2017 года. В этой табличке, ну, вот на первый взгляд, примерно 20 позиций. И в Рио Васильев от Кировской области находится на первом месте с оценкой 15. Политический капитал кандидата. Максимальная оценка. Ну, что ж в этом удивительного. Этот человек, которого относят к ближнему кругу президента России. Мне кажется, это главная составляющая любого политического капитала человека в нашей стране. Да? Потому что как бы ясно, что Владимир Владимирович своих друзей никогда не бросает и в обиду не дает. Это он публично объявлял много раз. И действует именно так. Поэтому, если говорить о политическом капитале, это не совсем то, что принято понимать, например, в странах, загнившей западной демократии. Да? Где там смотрят опыт работы, что-то еще. Здесь он смотрит на уровень близости к первому лицу и к ключевым фигурам окружения этого первого лица. А здесь Васильев, безусловно, дает фору очень многим. Это старый партийный, скажем так, и непартийный функционер именно из путинского окружения. Давайте вот про оппозиционных кандидатов. КПРФ дают семерку, ЛДПР пятерку. Справедливая Россия вообще без оценки. И другие партии на троечку. Это у нас в Кировской области, да? Да, да, да. Это по Кировской области, конечно. И вот как раз я ищу это о том, что как политик, условно говоря, Сергей Павлинович Мамаев гораздо более опытен, чем Игорь Владимирович Васильев. Потому что Мамаева за плечами много лет работы в АЗС, много лет работы в Государственной Думе. То есть политическая деятельность, как руководителя регионального отделения влиятельной оппозиционной партии, она гораздо дольше, гораздо более на слуху, гораздо более известна. Игорь Владимирович, насколько я помню, вот из чисто политической деятельности за плечами только представление интересов Республики Коми в Сенате, в нашем Совете Федерации. И больше, по-моему, ничего. Все остальное, либо это работа на государевой службе, либо это некий бизнес. Ну, либо, если совсем далеко копать, то работа в органах госбезопасности. Я еще раз говорю, у нас перевернута эта оценка. То есть оценивается не реальный политический капитал какой-то фигуры, а оценивается уровень его близости к Кремлю, который, собственно, и решает его дальнейшие проблемы на территории. Как бы ни был опытен политический Мамаев, но с точки зрения нашей раскладки сил, шансов у него никаких нет. И, соответственно, оценку ему ставит Минченко, как и Салтин, меньше, хотя это все, на самом деле, перевернуто с ног на голову. Вот что я хочу сказать по этому поводу. Что вы там еще ищите, или я уже боюсь. Ну, доклад, на самом деле, большой. Он очень большой, я вижу. Да, у вас много закладок, и у вас преимущество бы читали это, а я нет. Более того, у меня еще тут маркером выделены самые интересные места. Ну, вот про муниципальный фильтр. Ну, давайте про муниципальный фильтр коротко поговорим. Сергей Павлинович Мамаев утверждает, в частности, на страницах портала наблюдатель.ру, красного наблюдателя, что ему не дадут пройти муниципальный фильтр. Если брать чисто арифметически, это давно было отмечено, и не только, кстати, в докладе Минченко, консалтинг в первом было как раз, который я читал, было отмечено, что чисто математически, реально, если брать соотношение депутатов от разных партий в наших районных думах там, или в собраниях представителей, как в Лоском районе, то ни у кого, кроме Единой России, нет ни единого шанса пройти муниципальный фильтр. Потому что если каждый депутат районного уровня будет только отдавать свой голос представителю своей партии, то остальным не хватит, чтобы перешагнуть этот 5-процентный барьер. Тут без всяких происков, когда я обращаюсь к Сергею Павлиновичу, Сергей Павлинович, ну вы же не провели нужное количество депутатов в районной думе, да? Если бы провели, у вас бы не было проблем, все бы ваши, вам голоса отдали. Вы этого не сделали, Единая Россия сделала. То есть здесь нет никакого злого умысла. Вам только остается молиться на то, что, скажем, как это было в Москве у Собянина с Навальным, или как у нас в Кирове, когда Никита Юрьевич как бы разрешил отдавать голоса за представителей других партий. Но это, извините, решение другой партии. Он может... Вас могут совершенно справедливо зарубить, это не происки, это просто ваша недоработка как партии. Вот я что хочу сказать. Вот. Сам по себе муниципальный фильтр, это, конечно, понятная выдумка, для чего она сделана и как. Но раз уж она есть, и вы не можете его пройти, то это не значит, что это заговор. Это значит, что просто у вас не хватает ваших доверенных лиц на местах. Вот. Там что-то еще? Еще более страшное? Да, у меня еще есть телеграм-канал, и Николай, это моя любимая часть. Я очень мало про них знаю, к сожалению, я же не интернет-человек, Юль. Но я хотел бы вот что заметить, мне очень понравилось. Мы беседовали с одним нашим высокопоставленным депутатом, который недавно ездил на две недельки отдохнуть в Грецию, в Солнечную, да, и там отключил все свои там... Кажется, я даже знаю, про кого вы говорите. Да, он был у нас недавно в эфире, он отключил все, что только возможно, он просто отдыхал, да, вот две недели он был вне какого-либо доступа, вне какого-либо информационного поля. Он вернулся, все включил, и он говорит, знаете, я ничего не пропустил. Вот все это время я жил без всего этого, я ничего не пропустил. То есть просто голова немножко более свободна от мусора, а на самом деле, чтобы такое, кроме разговоров, каких-то перепалок и прочего-прочего, ничего существенного не произошло. Поэтому я как бы его даже понял и попросил, говорю, может быть, тебе присоединиться ко мне, да, я вообще, то есть никогда не включаю все эти каналы и чувствую себя прекрасно. Вот я что хотел сказать по поводу интернет-каналов. Я думаю, Николай, что вы, в принципе, можете свой завести по политическим прогнозам. Мне кажется, что он будет популярным. Мне просто нет в этом необходимости, потому что если кому-то нравятся мои политические прогнозы или мои мысли, они могут их использовать. Я ничего не накладываю на это, никаких там ограничений. А у меня достаточно каналов для того, чтобы, если я хочу свое мнение довести до массового читателя, читателя, слушателя, неважно, для этого не нужны никакие интернет-примутики, честно говорю. Так, ну хорошо, давайте все-таки вернемся к докладу. Да, давайте, вот к вашей любимой теме вернемся. Ну, это, конечно же, моя любовь, телеграм-каналы. Рейтинг активности политических телеграм-каналов оценивают. На первом месте Свердловская область. Там достаточно много телеграм-каналов. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Она и побольше нашей будет. Да, она побольше нашей. Все эти телеграм-каналы настроены критично по отношению к действующей власти. И вот оценивается активность за июнь, 932 поста. Это суммарно. Далее. На втором месте находится Кировская область. 371 пост и основные телеграм-каналы. Это Кировский Шептун, Товарищ Киров и Вятский губернатор. Два из них также настроены критически и один провластный. И вот я хочу прочитать комментарий, который дает Минченко Консалтинг, к телеграм-каналам на территории региона. Умеренный стиль изложения, точечное добавление юмора. Это у нас, да? Да, да, у нас, конечно, у нас. Точечное добавление юмора при преобладании развернутой аргументации. В кировских каналах есть анализ ресурсного потенциала кандидатов, взаимоотношения местных элит, инсайдерская информация относительно групп влияния в регионе. Содержится не только характеристика текущих процессов, но и прогнозы и возможные сценарии губернаторской кампании. Вот, Николай, что мне интересно? Это, конечно же, достаточно новый инструмент. У кировского шептуна, например, 644 подписчика, 290 у вятского губернатора и 185 у товарища Кирова. Понятно, что репрезентативно эту аудиторию вряд ли назовешь, и это не критическая масса, но влияют ли они на предвыборную кампанию и на умы? Как по-вашему? Я не заметил какого-либо влияния на умы, по крайней мере, среди тех людей, с которыми я общаюсь в последние месяцы, особенно с тех пор, как появился Шептун. Многие люди, которые раньше активно читали, просто из интереса, что-то новое появилось, что-то веселое, они сейчас просто отказались от этого, потому что считают, что ни к чему, как правильно заметил товарищ, про которого я раньше говорил, что ни к чему заполнять голову мусором, когда ее и так хватает вокруг этого мусора, который сам по себе лезет в голову. Я на самом деле считаю, что эти канальчики, они, скорее всего, нужны, знаешь, когда сейчас происходит некое время закулисных договоренностей. Условно говоря, когда, например, один штаб говорит другому штабу, что мы не будем очень сильно биться, мы просто так для приличия поприсутствуем, процентов 20 возьмем, активно денег кладывать не будем, активно компанию вести не будем, но за это нам тоже что-то нужно. А тут договоренност не происходит, тогда активизируются вот эти телеграм-каналы, начинаются вот эти вбросы. А мы тогда вот сможем... Они говорят, что может случиться, если вот мы сейчас не договоримся. Вот мы тут маленькую записочку послали, а мы можем это ударить по всем средствам массовой информации, вывести вас на чистую воду, устроить информационный скандал. Идет просто такая, как это сказать, демонстрация некоторых мускулов, демонстрация своих потенциалов. Вы имеете в виду, что это некий инструмент торга? Это некий инструмент торга, не более того. Потому что, как ты верно заметила, никакого влияния на расклад выборный это не может просто иметь при таком количестве, при такой аудитории. Даже если бы аудитория была в 4, в 10 раз больше, это точно так же не имело бы никакого влияния, потому что это очень маленькая часть охвата электората. И тем более, что основной электорат, как я уже говорил, это будут работники бюджетной сферы, медики, учителя, которые, чтобы они не читали в течение дня в телеграм-каналах, они все равно завтра утром придут на участок и проголосуют так, как им сказал директор учреждения. Потому что они прекрасно понимают, что они должны действовать в интересах своего учреждения. А раз он директор сказал всем проголосовать за действующую власть, они так и проголосуют, что бы им и кто бы им, куда не втемяшиво. Но, кстати, вы заметили, что Единая Россия также стала активно продвигать своего кандидата в диджитал. Нет, я не заметил. Я даже не знаю, что такое диджитал. Интернет-среда, телеграм-каналы, инстаграм, социальные сети. Вот понимаете, они его продвигают. Вот тут перед вами сидит некий человек, которого называете экспертом, который даже не знает такого термина, диджитал, да? Который просто ходит по земле, общается с людьми, и которые не заметили, чтобы как-то активно продвигался Василий в социальных сетях или где-либо еще. Более того, люди, активно пользующиеся социальными сетями, наоборот говорят, где он вообще, что он делает, чем он занят, где его программы. Можно еще минутку о программе, кстати, если уж мы начали говорить, да? Ох, Николай, можно. Можно, ровно одну минуту. Дело в том, что даже если эта программа появится в середине августа, это скорее вызовет у всех тот самый когнитивный диссонанс, нежели что-либо еще. Потому что, насколько я знаю, вот те люди, которые занимаются подготовкой, мы получим программу Никиты Юрьевича Белых. То есть все, что там есть, это было при Никите Юрьевиче, понимаете? А общий-то фон идет такой, что он пришел все изменить, все навести везде порядок, что как при Белыхе больше не будет. А программа-то просто вызовет замыкание, потому что все, к чему, собственно говоря, вел нашу область Никита Юрьевич, оно вдруг появится в августе. И как бы это не сыграло еще и против. Понимаете? Потому что люди вообще перестанут понимать что-либо. Только что говорили, что Никита Юрьевич плох, а потом они читают, он, оказывается, все правильно говорил все свои шесть лет правления, или сколько он там у нас был. С 2008 года. С 2008 года по 2016. Он аж сколько. Вот в чем фишка-то еще. А то, что там его где-то в социальной сети продвигают, я не знаю. Вот те люди, которые там живут, они этого не заметили. Может, они там на другие ходят, в другие группы ходят, на другие странички, я не в курсе. Ну, хорошо, Николай, я думаю, на этом нужно закончить. Я, конечно, хотела спросить вас, почему же так тянут с появлением этой программы экономической и политической? Да, скорее всего, поэтому и тянут, потому что люди тогда увидят просто, что ничего нового-то в ней нету. Ничего нового в ней нету. Нам же объявили уже четыре основных площадки. Все площадки, которые продвигал Никита Юрьевич Бернанович. Ну, так и, может, без нее обойдемся тогда. Вполне возможно. Помнишь ведь, план Мугаби, победа в Зимбабве, да, это было. Потом у нас повторились с Путиным. План Путина, победа России. В итоге плана Путина никто не видел. Так же, как и плана Мугаби в Зимбабве никто не видел. Но он, тем не менее, на выборах победил. Такой же, может быть, вполне симулякор, мираж. Будем посмотреть. Будем. Николай, спасибо вам за эфир. Это особое мнение Николая Голикова, главного редактора журнала «Товар. Деньги. Товар». До свидания. Эфир для вас свела Юлия Афанасьева. Всего доброго и до свидания. Особое мнение на 101FM